Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В проблеме вывоза мусора и твердых бытовых отходов пора ставить точку. Такая система работы не может действовать в курортном городе. Вместо парковок у самостроя – детская площадка и зеленая зона. У здания детской больницы высаживают деревья. Городские и сельские ярмарки-привозы – преимущества и отличия. Репутация – краеугольный камень в работе любой организации. Особенно для той, что осуществляет услуги населению. Когда качество их постоянно вызывает нарекания людей, возникает вопрос – зачем такая организация вообще нужна городу? В доме на углу улиц Ивана Голубца и Маяковского 40 человек говорят о конкретных фактах равнодушия ООО «Коммунальщик» к законным просьбам жильцов. Значит, это было в воскресенье 22-го, 23-го утром в полвосьмого я позвонила Светлане Вячеславовне, инженер, уберите, пожалуйста, мусор. Мусор пролежал неделю или больше, полторы недели. Вынуждена была позвонить в администрацию. И после этого только забрали. Есть у них там Милая Михайловна, которая просто отвечает – ну нет у нас машины, ну что я могу сделать? Будьте добры, вовремя его возите. Если есть услуга, будьте добры, ее исполняйте. А что я могу сделать, если нет машины, и буду я из-за вашего одного ящика ездить? Простите, тогда исключите, пожалуйста, из платежки вот эту вот часть, которую вы не выполнили. Почему вы берете полностью? Вот это нас и возмущает. От имени ТОС номер 50 мнение жителей на округе выражает председатель ТОСа Ирина Григорова. Несмотря на то, что администрация дала рекомендации Колноузову выйти к людям, провести собрание, разъяснить, ничего этого не было сделано. Раз, депутаты и администрация дали Колноузову рекомендацию, значит, изъять квитанции за январь, ну то есть сделать перерасчет по мусору. Ничего этого не было сделано. Более того, пришли платежки с более опять высоким тарифом 3,35. Мы идем в лето и главнее главного проблемы с вывозом мусора. Люди попытались разобраться сами, почему такое отношение управляющей компании к их нуждам. И столкнулись с неожиданным открытием, что управляющая компания сегодня не управляющая вовсе, а обслуживающая. Приезжал с края жилищной инспекции инспектор и в присутствии главного инженера коммунальщика Стланы Ивановны Бадуговской. Значит, он у меня спрашивает, а почему вы в своей жалобе пишете управляющая компания? Я говорю, ну а какая же она? Стоит и говорит главный инженера, мы обслуживающая компания. Ползов подтвердил, что они обслуживающая компания. Он говорит мне инспектор, да, они обслуживающие. Я говорю, как обслуживающая компания? Ведь совсем это меняет правоотношения. Дело в том, что в декабре развешивались на всех наших подъездах объявления о том, что срочно заключить договора. Кто не заключит, того не будем обслуживать. Но в этих объявлениях, извините, ни слова не было. Мы попросили Валерия Ивановича Колнаузова показать документы, подтверждающие, что люди действительно находятся под опекой управляющей компании. И что это не рогая копыта по-анапски. Хлупости какие-то, ничего я не буду показать. Вот полный бред. Как это 8 лет работал коммунальщик и стал он сегодня другой управляющей компанией. Несмотря на работу GPS-навигации, которую нам сегодня продемонстрировали в ООО «Коммунальщик», дающий возможность отслеживать работу мусоровозов, гости АНАПы приносят в администрацию снимки мусорных завалов. На совещании в кабинете у Алексея Харитонова объяснение этой причины звучало так. Самая главная проблема с подкидыванием мусора от других управляющих компаний не решена. Как она была, так и есть. Я должен стоять смотреть ваши контейнерные площадки. Наши люди стоят, возвращают. Но у нас нет понимания с других, почему только коммунальщик. У каждого человека есть своя работа, которую должен выполнять. Есть люди, которые контролируют санитарное состояние. Это вы присутствуете здесь. Общественная оценка качества услуг, скорости реагирования на просьбы людей, на нежелание выходить на разговор с ними, и знакомить их с документами, расценками и так далее, как раз и составляет уровень той репутации предприятия, что сегодня низок, как никогда. Люди ждут решения сложившейся ситуации в замене управляющей компанией на ту, что будет дорожить и порядком в городе, и собственной репутацией. На городском планерном освещении глава города-курорта Сергей Сергеев дал распоряжение благоустроить территорию детской больницы. В скором времени там разобьют новый сквер. Для маленьких пациентов поставят детскую площадку, а родители смогут отдыхать на лавочках в тени деревьев. Специалисты заузелинстро совместно с сотрудниками городской архитектуры разработали схему по озеленению данного участка. Уже произведена разбивка ям. Подготовлены места для посадки деревьев и кустарников. 33 лиственных дерева, 71 хвойная и 211 цветущих растений украсит территорию прилегающей к больнице. Установят новые скамейки. В ближайшее время студенты и представители работающей молодежи Анапы проведут субботник. Дано поручение привести территорию в порядок. По поручению главы муниципального образования города Котанапа Сергея Павловича Сергеева, нам была задача поставлена произвести работы по созданию дендропроекта на территории детской больницы в городе Анапа. В ближайшее время заузелинстрою готовы поставить посадочный материал собственного питомника для проведения данного вида работ. Начало работы положено и взялись специалисты с энтузиазмом. Работы по созданию нового сквера планируют завершить начало лета. В селе Цибанабалка два раза в неделю работает ярмарка «Привоз». Каждый вторник и субботу сельчане имеют возможность приобрести качественную сельхозпродукцию, вещи и товары для дома. Наша съемочная группа побывала на сельской ярмарке и сравнила организацию привоза в городе и в сельских населенных пунктах. Ярмарка «Привоз» в селе Цибанабалка пользуется у местных жителей большой популярностью. Сельчан привлекает качество товаров и приемлемые цены. У нас цены на ярмарках ниже рыночных на 30%. Поэтому раньше была ярмарка только по субботам и жители очень просили, чтобы еще сделали во вторник. Ну и в этом году принято постановление, что согласовать еще и вторник. Ярмарка «Привоз» в селе универсальная. Здесь можно приобрести сельхозпродукцию и другие полезные вещи. Цветы, саженцы, одежду, необходимые товары для дома. Рыболовецкий колхоз Куйбышевский привозит на ярмарку свежую рыбу. У представителей Забинской швейнофабрики все товары европейского образца. Михаил Домницкий сам производит сапки, лопаты. Инвентарь необходима для сельских жителей. Особенно маленькие сапочки делаю сам, потому что брал заводские, раз-два ударил по земле, они позагнулись и все. А тут делаю, можно деревья рубать, понимаете. У меня тут чуть-таки уже были, рубают деревья. На привозе богат выбор меда. Липовый, гречишный, кленовый, разнотравий с липой. В скором времени ЛПХ Дмитрий Смирнов предоставит на ярмарке мед с Кубы, с острова Свободы. Мало кто пробовал мед с Королевской Пальмы. Такая возможность скоро будет. Так как наша большая родина, так сказать, очень разнообразна, мед тоже разнообразен, очень разный по вкусу, по консистенции, по своим, так сказать, органолептическим качествам. Но весь вкусный, без исключения, весь натуральный. Цены на продукцию местных товаропроизводителей гораздо ниже, чем на городских рынках. Выгодно покупать и продавать выгодно. На ярмарке-привозе всегда много покупателей. Ни один товар не остается без внимания. На руках в город все не натаскаемся, машин нет. И одна уже 17 лет живу без хозяина, на одной пенсии. Чем? Тут вот что возьмем немножко и все, скупимся. Мы довольны. В Анапу уже не ехать. Да. Очень довольны. В городе дела с продажей обстоят иначе. Сотрудники управления торговли совместно с полицией проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли. На улице Чехова на 100-метровке бабушки-пенсионерки расположились недалеко от цветочных торговых точек. Продают домашние лекарственные растения и цветы. На одну из нарушительных составили административный протокол. Женщинам объяснили, торговать здесь нельзя. В 12-м микрорайоне тоже работает ярмарка «Привоз», где пенсионерам предоставляют бесплатные места. Для них отведено место бесплатное, где они могут реализовать свои цветочки. Также есть у нас ярмарочные площадки. Значит, люди тоже могут подать заявление в управление торговли специалисту сельского хозяйства. И в управлении торговли рассматриваются заявления и предоставляют торговые места. Многие жильцы домов 12-го микрорайона недовольны такой продажей и жалуются. После уличной торговли по улице не пройти. Заливают полностью, вот здесь, выливают воду сюда, выливают воду сюда, оставляют мусор. Да, они за собой так прибирают, но когда уходят, мусор несут нам в помойку, которую мы оплачиваем жильцы. Я собираю деньги и оплачиваем вот мы сами. Поэтому мы хотим, чтобы здесь навели порядок, конечно, чтобы не стояли. Порядок будут наводить. Нарушители должны переехать на ярмарку «Привоз». Там всегда найдется место для тех, кто хочет реализовывать свой товар без нарушения правил. В селе Джигинка состоялось выездное открытое заседание Комитета Совета муниципального образования по развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Картошка, свекла, морковь, закатка, мед, товары местных производителей, качественные по доступным ценам. Рядом с местными сельхозпроизводителями – перекупщики. Закупают у фермеров продукты и здесь же перепродают, но уже с наценкой. Проблему конкуренции решили на месте. Вот здесь торгуют только производители и переработчики Анапского района. Все. Ни один другой. Если дальше нам будут также поступать информацию, что это есть, мы будем ее наводить до главы. В Анапе действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса. Сельхозпроизводителям помогают субсидированием бизнеса. Начинающим предпринимателям, работающим меньше года, предоставляют дополнительные льготы. Программа принята, рассчитана на 2014 по 2018 годы. Сумма финансирования программы – 20 миллионов 80 тысяч рублей. В том числе на 2014 год – 3 миллиона 680 тысяч рублей. В управлении сельского хозяйства тоже помогают предпринимателям. Программы по развитию малого и среднего бизнеса работают не первый год. Помощь получают и владельцы личных подсобных хозяйств. Затраты для старта предпринимательства компенсируют. Гвозди, пленка, то есть все, что пошло на строительство теплицы, мы компенсируем. Компенсируем в размере 300 рублей квадратный метр, либо 100% затрат, если менее 300 рублей выходят у нас. Депутаты общались с предпринимателями села Джигинка в режиме «Вопрос-ответ». Обсудили разные вопросы. О том, как проблемы предприниматели решают на краевом уровне, рассказал кандидат юридических наук, доцент Даниил Стронский. Программы по поддержке бизнеса и законы Краснодарского края. Такие лекции провел по всей Кубани. Заявки от предпринимателей на субсидии в 2015 году принимают уже сейчас. Бюджет формируют. Ранее на такую помощь начинающим бизнесменам выделяли 500 тысяч рублей в год. Сейчас субсидии составляют 9 миллионов. Краевые законы, которые предусматривают меры поддержки, они в первую очередь направлены на поддержку производства как раз сельхозпродукции без химикатов, без генетически модифицированных продуктов, без стимуляторов роста, потому что, к сожалению, проблематика в этом направлении присутствует. На заседании обсудили все возможные решения проблем фермеров села Джигинка. Затем депутаты посетили предприятие сельского округа. На молокозаводе перерабатывают более 4 тонн молока в сутки. Продукцию поставляют в магазины Анапы и сельских округов. На ферме агропредприятия 1600 голов крупного рогатого скота. В 2014 году прибавилось еще 360 животных. Этому теленку всего полчаса. У него уже есть порядковый номер, хотя имени пока нет. Животных содержат в разных отсеках. Буренок выращивают на ферме, кормят местными продуктами. Фермеры уверены, при таком уходе коровы дадут молоко высокого качества. Кубанские продукты – гарантия качества. Развитию малого и среднего бизнеса на Кубани, в частности в Анапе, уделяют большое внимание. Обсуждают проблемы предпринимательства на разных уровнях, поддерживают местных производителей материально с субсидиями и проводят выездные заседания. С 9 по 13 апреля в гипераптеке на улице Парковая, 57 и в магазине Медтехника на улице Промышленная, 13 пройдет выставка продажи аппарата «Алмак» для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии. Только с 9 по 12 апреля аппарат можно приобрести по заводским ценам и со скидкой от 5%. Сообщаем нашим зрителям. С 9 по 30 апреля движение автобусов по городскому маршруту номер 111, микрорайон 12, очистные сооружения, будет осуществляться ежедневно по следующему расписанию. Отправление от Южного рынка утром ровно в 7, 9 и 11 часов и днем в 13 и 16 часов. Отправление от городского кладбища в 8 часов 10 минут и с интервалом в 2 часа до 17 часов. В дни поминовения усопших 27 и 28 апреля движение автобусов по маршруту номер 111 будет осуществляться с 8 до 19 часов с интервалом 15-20 минут. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 10 апреля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 11-13, ночью до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова